Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова фирма Петерсон и я, Эдуард Петер. И сегодня мы, как обещано, поедем с вами в магазин и купим первую партию для венца нашего домика. То есть мне потребуются брусы, мне потребуются кое-какие там клеечки и так далее. Ну, у меня список есть, я вот напечатал. Так, бетонные плиты не забыть, естественно. Так, хорошо, тогда поехали, да? Вот так. Так, маску на лицо не забыл. Нет, не забыл. Тут у нас такие возмущения идут против этих мероприятий коронавируса. Ну, это чисто немецкое. Когда банды дикарей запускают в Германию, это не касается каждого личного до тех пор, покуда ему голову не отрежут. Это его лично не касается. А здесь их коснулось самое святое. Это же, блин, эти путешествия и партии. Не каждый должен носить маску. И вот это их очень сильно возмущает. Они идут там на большие демонстрации. Думаю, вам надо через одного голову отрезать, чтобы вы то же самое на демонстрацию выходили и прекратили этот беспредел. Ну, меня это не касается. Как бы я живу под собой, не чуя страны. Сам себе, в своем недвижнем уголке. И мне хорошо. Сейчас вот еще домик построим. Я не даром делаю два на два, чтобы можно было туда кровать затащить. Шучу, конечно. Но в каждой шутке есть доля шутки. Погода будет сегодня и завтра отлично. Поэтому мы с вами сможем, наверное, этот венец сегодня заложить. А завтра продолжить, может быть, еще что-то. Не хорошо, машина у меня большая. Нет проблем что-нибудь длинное, большое привезти. Единственное, красную тряпку не захватил. Первый раз вижу по лицах стоят на стрёме или что они тут делают. Непонятно, что тут делают. Вот они все три. В нашей деревне все три вывалились. Ну, может, их побольше, может, еще начальники есть, да. Туман. Сегодня у нас туман. Может, поэтому вывалились из своей бюро. Завтра как раз вот Черная Пятница. Не знаю, я не люблю такие мероприятия, когда народ мечется. Ну, здесь такого, как вот в Америке показывают. Нету такого, что прям народ друг друга давит, валится. Они все равно в очереди стоят, да. Но я думаю, что будет повальное завтра посещение этого магазина. Так, нам бы как-то поближе подъехать, что ли? Или разницы нет? Пойдемте, я знаю где. Они впускают в одно место, а выпускают в другое. Поэтому мы с вами поем туда, поставим, да? Так, это для валидов. Это для... А, вот хорошее место сейчас поставлю. Для прицепов здесь специально. Вот сюда надо приспособиться. И все будет хорошо. Кстати, мы сейчас с вами пойдем и посмотрим, что наш Том предлагает в качестве домиков готовых. Вот один из вариантов такой домик. Ну, они его используют для товаров. Вообще, вот эта вот фигня стоит 100... 129 евро, по-моему. Ну, а что здесь? Пара таких досок нестроганных и больше ничего. Но мы с вами пойдем вот туда. Нам нужна будет вот такая большая телега для брусков. Вот, вы видите, допустим, 1848 евро, железная будка. Ну сколько здесь? Вот, 2,5 квадрата, наверное, не более. Ну, второй еще дороже. 2,249. Ну, не знаю, за счет стекол, наверное, или что. Со всех сторон стекла, светло. Так, ничего, но цена-то, ребят, цена-то сумасшедшая. Вот, и давайте посмотрим прототип того, что я делаю. Примерно вот такое я делаю. Только что у меня полы будут подешевле, конечно. Ну, я бы не сказал, что... Вообще, стабильно стоит. Так, 1199. 1199, двери. С этой стороны окон нет, зато есть слив. Я вижу, да? Вот. Ну, мы столько денег не потратим. И я думаю, что у нас в этом плане будет получше. Он, конечно, побольше. Ну, это 2 на 2,5, скорее всего. Так. Ну, вот теперь вы по ценам тоже ориентируетесь, да? Теперь вы представляете, сколько вот такое удовольствие может стоить. И надо ли оно нам за такую цену покупать? Нет, конечно. У меня еще окошки с этой стороны будут. Хе-хе-хе. Ну, все, пошли. В магазин. И так, спустя час. Календарчик на 21 год, подарок. Ладно. И так, что я купил? Я купил дюбеля. То есть я буду вот так делать. Сюда дюбеля вставлять. Так. Купил клей для дюбелей. И купил бауплан. Это черная пленка, которая закрывать будет наша строительство от дождя. Так. Потом купил, как хотел, бетонные платы. Вон они. Вот они, бетонные площадочки. И что еще? Ну, все на низ. Поэтому я еще купил вот эту палету с досками. Хочу там снизу начать обшивать. Ну, а там посмотрим. Хорошо? Так, сейчас я буду грузить это все. Загружу и поедем домой. Так, ну что, закупились. Теперь поехали домой. К сожалению, я не смог фотографировать или снимать в самом заведении. Дело в том, что они очень болезненно реагируют. Я не знаю, с чего это связано. Она аж из магазина прибежала туда, где я домик снимал. Зачем вы это делаете? Я говорю, ну вообще я строю точно такой же домик сам. Поэтому я хотел бы посмотреть, как это выглядеть будет. Да? Я говорю, да. Ну и все, больше вопросов нет. Что я должен был сказать? Что я шпион из России. Снимаю ваши выдающиеся домики. За 1200 в плюс с доставкой. Так. Сейчас немножко будет громко, потому что я еду с открытой задней дверью. Ну, я думаю, что это не проблема. Очень много придется теперь таскать. Зараза. Ну, дело в том, что можно было бы тележку взять, конечно. Но тележка проблема там и сырая. Я там разъезжу всю дорогу, размесю ее в месиво. Я там не хочу делать. Поэтому приеду, переоденусь и буду таскать. Первая сумма составила материал на 63 евро. Ну, вообще я им поражаюсь. Я хотел купить вместо дюбеле палочку. Кругленькую и вбивать ее. А отрезать потом. Оказалось, что палочка стоит 3 евро. Один метр, кругленькая на один сантиметр. Диаметри палочка стоит 3 евро. Ну, это подуреть, конечно. Поэтому купил за эти же 3 евро. 40 дюбелей. Не хватит. Ну, я хочу так называемое соединение в лапу. То есть, и в центр дюбель, а по краям, в уши руку. Ну, я хочу сделать так, ребят, чтобы венец, он должен быть надежный. На нем будет все держаться. Если он начнет хлябать, то это нехорошо. Ну, скажем так, с точки зрения стойлера, это очень нехорошо. Поэтому я большое внимание сегодня и завтра уделю вот созданию этого кранца. Венца. Так, по годах просто я говорю, я не припомню что-то такое начало зимы. И здесь зима началась. Но такое ощущение, что хорошая весна идет. Ранняя такая хорошая, теплая. Ранняя такая хорошая, теплая, теплая. Кстати, они резку делают бесплатно. То есть, не было по 2,50. Были бруски только по 3 метра. Ну, ладно, я не ленюсь обычно пилой работать, но он на метр будет торчать из машины. Зачем это надо? Я пошел, сказал, вот мне надо 4 бруса разрезать. Он говорит, без проблем. Я говорю, ну и давай тогда. Олежь. Такой. Сейчас возьму собаку, прихвачу пару брусков. Пойдем на дачу. Я начну там носить. Он терпеть не может, там один оставаться. Ему там нравится, но один он там не хочет. Поэтому будет виски, писк. Ну, а год он до сих пор не может приучиться. Он прекрасно знает, что я сейчас ухожу и приду, да? Но страшно скачет вокруг и приговаривает, возьми, возьми, возьми меня с собой. Ага, ага. Я говорю, нет. Ричард, когда он слышал слово най, то есть нет, он поворачивался угрюмо и уходил, свой уголок ложился. Понимал, что все. А этот, этот настолько настырный. Он пробивает все, пытается. Вообще почти не поддается дрессировке. Он не хочет дрессироваться. Он хочет такие отношения, как вот на равных. То есть, я уважаю тебя, ты уважаешь меня. Но это не годится, потому что не все ему разрешено, что он хочет в городе. Он же может и под машину попасть, и с девочкой с какой-нибудь шапочку сорвать. Ему нравятся шапочки. И что я потом буду делать с таким самостоятельным? Ну, его просто отоберут. За то, что не умею его воспитывать. Ну, вот, радует, что погода теплая, что не надо будет сильно одеваться, чтобы все перетащить. Ну, вот так и сейчас и посту. Короче, если я сегодня начну уже строить, то тоже сделаю вторую серию. Это была покупка, а то начало строительства будет. Окей? Окей. Окей.